Бывает, что жизнь в одночасье меняется к худшему, катится в пропасти, человек не в силах повлиять на этот процесс. Именно так, став жертвой обстоятельств, Алексей оказался на улице. В Иванове у него жила мать, был небольшой дом, но в непростые 90-е пришлось уехать на заработки в Краснодарский край. А вернувшись через какое-то время, мужчина узнал, что мама умерла, а незадолго до этого выписала его из жилья и сам дом продала. С тех пор мужчина скитается уже 20 лет. Гостил у знакомых, но недолго, чтобы не стать обузой. Пробовал подрабатывать грузчиком, но в 2008-м у него случился инсульт. Правую половину тела парализовало, появились проблемы с речью. Мужчина в расцвете сил в одночасье стал инвалидом. Работать он больше не мог, денег не стало совсем. Алексей поселился недалеко от ставшего теперь чужим родительского дома на сортировке под балконом многоэтажки. У меня был матрас, вот здесь я спал. Это не мое. Уже бывали кроме меня. Ну, бутылки все. Не знаю, где это. Почему это место выбрали? Не капается. То есть идет, но не капается. Нашему герою всего 48 лет, но у него глаза старика. Мужчина не скрывает. Когда стало совсем туго, запивал отчаяние спиртным. Связался не с той компанией. Все это было. Но несмотря на годы уличных скитаний, Алексей по-прежнему верил в добрых людей. Доказательства тому он видел почти каждый день. Жил он на помойке. Здесь у нас под крыльцом. Но люди помогали. Хлеба, молока, продукты. И все же эта история со счастливым концом. И символично, что к своей кульминации она подошла незадолго до Нового года. На улице Алексея заметил Сергей Звонов, президент Фонда содействия развитию города Иваново. Проникся его историей и дал поручение помочь. Определить бездомного инвалида в специализированный интернат. Здравствуйте. Привет, Алексей. Как же вы здоров? Я. Смотри, свеженько выглядишь. Все хорошо у тебя? Эти кадры мы сняли совсем недавно, спустя месяц после первого знакомства с Алексеем. Здесь, в Богородском доме-интернате для инвалидов и пожилых, началась новая жизнь нашего героя. Мы восстановили его утраченные документы, подтвердили его инвалидность, и он получил бессрочную инвалидность. Прошли все медицинские обследования, все медицинские процедуры, которые требовались для поступления в дом-интернат. И вот на сегодняшний момент, в течение месяца интенсивной работы, он наконец-таки обрел дом. Здесь он на условиях договора по социальному его обслуживанию. 75% из пенсии, которую он получает по инвалидности, будет у него, собственно, изыматься в пользу этого учреждения, которое будет его обеспечивать и едой, и проживанием, и, как говорится, и душем, и всем. 25% ему на бытовые нужды будут оставляться. Проживать он здесь будет, грубо говоря, пожизненно, если он этого захочет. Комнату Алексея на троих. Он уже подружился с новыми соседями. Есть телевизор и много еще чего для того, чтобы с пользой потратить время. Признается, отвык от комфортных условий. Сложно поверить, что уличная жизнь позади. Конечно, это всего один счастливый финал на тысячу других, печальных и даже трагичных. Но все же подобные истории заставляют поверить в добро и в то, что чудеса случаются. Главное – не терять надежды. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.